Всем привет! Это видео может быть интересным не для всех, но поскольку меня смотрят мои коллеги по скрапбукингу, это еще одно мое увлечение, я решила его записать и рассказать, что же такое джанк-журнал, потому что в последнее время я делаю их довольно часто. Помимо того, что я делаю их для себя, я их продаю. Девочки из скрапбукера, которые это смотрят, это очень классная тема, западный народ обожает эти штуки. Сейчас я вам расскажу конкретно о вот этих журналах. Они летят в Штаты, точнее не так, вот эти два летят в Канаду, этот летит в Штаты и нет уже того, который улетел тоже в Штаты. Я продаю их на эти шоп, это очень классный магазин, очень классная платформа, размещение товара там стоит 20 центов, но я дополнительно покупаю там рекламу и народ на самом деле идет. На вот этот журнал, это один из первых был, я сделала уже две реплики, к сожалению, первую я не записала, он был очень похож на этот. Это журнал, ну тоже похожий, в похожих тонах, я их делаю синими, зелеными, довольно разные оттенки у них бывают. Вот еще одна реплика, но немножко большего формата на этот же журнал, я не знаю, он мега популярный, наверное нравится людям эта тряпочка, ничего не могу сказать. Ну суть в том, что вот эти товарищи проданы по 80 евро и они полетят в Америку, причем пересылка их стоит 25 евро и людей это в общем-то не смущает. Вот на заметку тем, кто вдруг решит этим заниматься. Можете задавать вопросы в личку, в соцсетях или здесь в комментариях, я все расскажу, кому интересно, кто хочет подрабатывать еще на вот таком. А сейчас покажу свой журнал, заполненный не до конца, правда. Это вот такой журнальчик. Он худенький пока. Я, как видите, делаю из этих журналов такие пухляшки, потому что люди вряд ли будут сами там красить бумагу, чего-то добавлять, то есть у них должно быть все, что им надо уже внутри. Я же по мере заполнения добавляю какие-то конвертики, какие-то бумажульки и он становится пухленьким очень постепенно. Ну потому что у меня есть все эти материалы под рукой. Значит, вот этот конкретный журнал, он о моей поездке в Таиланд, не в Таиланд, ну в Таиланд, но конкретно о том, как я провела месяц в буддистском монастыре. Я ездила в Чангмай, это север Таиланда, и для меня это огромная история. Я думаю, для тех, кто увлекается Азией, это прям пунктик пожить в монастыре с буддистами, и я, собственно, это сделала. Значит, вот эта ткань, я не помню, это какая-то наволочка, наверное, но она из Азии, я не уверена, что из Таи она была, возможно, из Вьетнама. В общем, откуда-то эта наволочка, я ее разобрала и сшила вот такой переплет, не переплет, обложечку. Вот эта часть, это была юбка моя, хвостики я решила оставить, это был пояс от юбки, в Бангкоке я ее покупала, это я помню точно. Я ее носила, 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 короче, носила много лет, и мне ее жалко было выбрасывать, когда она уже потрепалась. Сейчас покажу ее, так выглядят ее остатки, то есть вот все порезано, 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 порезано. Мне нравится эта ткань, написано, ну, в тайском стиле написано, что это шелк, но, конечно, это не шелк. Все равно в руках он довольно приятный, нет такого металлического какого-то ощущения металла в руке или пластика. В общем, меня устраивает этот материал для работ, и я успешно его использую. Вернемся к журналу. Значит, обложка состоит из, в общем-то, памятных для меня материалов. Вообще, многое здесь состоит из них. Я добавляю в журналы вот такой билетик. Значит, все вот эти старые билеты, какие-то карты, какие-то письма, я их просто распечатываю и какие-то крашу в чае. Но, признаюсь, они у меня текут, я не знаю, принтер у меня такой, или, в принципе, после струйного принтера нельзя красить, опускать воду. В общем, вот этот конкретно не крашен чаем. Вот здесь потеки остались от клея, мне они очень нравятся и не смущают меня нисколько. На обратной стороне этот калаш из каких-то обрезков. Здесь написано о самой поездке, потому что приключения бывают, как вы знаете, может, по себе и в дороге. А карта обязательно тоже я включаю в каждый журнал карту, где каждый может рассказать, почему он поехал в то или другое место. А, к слову сказать, вообще эти журналы, они, ну, я думаю, они больше для записи вот из каких-то путешествий. Ну, я лично так их вижу. Здесь мне, кстати, тоже уже описано все, почему, как я поехала. Вот, много есть всяких конвертиков, куда вы можете памятные штучки положить. Здесь книжечка секретная, ну, не секретная, вот такая маленькая. Я очень люблю, это из обрезков тоже сделано. Я не люблю выбрасывать вообще ничего, я большой Плюшкин, известный, знатный. И я все пускаю в дело. В общем, я наклепала миллион таких книжечек, теперь вставляю их в журналы. И народ просто счастлив, они такие, придают какую-то сказочность этим журнальчикам. Вот это лист из какой-то энциклопедии художественной, по-моему. У меня очень много старых книг. Я покупаю их у букинистов, я покупаю их в секонд-хендах. Вообще, очень много я покупаю всего в секонд-хендах. Так, сразу скажу, те, кому это не нравится, ну, окей, пусть вам не нравится, я рассказываю то, что есть. На самом деле, не так просто добыть всякие винтажные красивые штуки. И современные реплики, они тоже есть очень классные. Ну, вот как вот эта штука. Эта сережка новая, хотя она тоже откуда-то из Азии, но ей не стою, не пятьдесят, не знаю, сколько лет. Ну, немного, в общем. И больше мне нравятся все-таки старые штучки с каких-то блошиных рынков, добытые непонятно где, как, и неизвестно, сколько им лет, но они, очевидно, уже не молоды. В общем, такие штуки я люблю включать в свои журналы. То есть, вот это настоящий жемчуг, это были какие-то бусы. Я обожаю жемчуг, и мне, ну, не то чтобы жалко, ну, блин, я жемчуг. Я не люблю золото, я его не ношу, хотя оно у меня есть. Но я люблю камни, люблю жемчуг. И для меня это, вот, положить эти четыре жемчужинки в журнал, это прям вот, ну, от сердца оторвать. Но, тем не менее. А вот эта штука очень старая, с какого-то брелка, цепочки. За ней прям охота была из-за этого брелочка на эти, там, ну, не споры были, но вот, когда люди просят сделать реплику, а можно именно вот этот, вот эту подвесочку. Они называются Charmy. В общем, можно мне такую же, говорю, ребят, блин, она одна. И в этом прелесть вот этих настоящих винтажных штук, что, блин, она одна. И я стараюсь найти еще такие штучки, которых больше нет, и ты просто так их не добудешь. Вот, например, в этом журнале есть колечко, которое мега старое. Мне его подарили, я покупала на ярмарке что-то. Боже, где оно? И мне его в нагрузку дали. Какой-то тоже трэш винтажный я покупала. И мне оно, на самом деле, безумно нравится. Ну, почему-то я его не ношу, я не знаю почему. И я решила какое-то время назад избавляться от вещей, которыми я не пользуюсь. Вот. В общем, я решила это дело подарить владелице этого журнальчика. Я надеюсь, это колечко будет ее радовать. Оно прям, ну, колечко вот на руку, на палец. Вот, как-то так. Дальше. Дальше. Значит, здесь записи, записи, записи. Из книжек разные. Листики, в которые я тоже добавляю свои записи. Вот такие коллажики я пилю. Это прям руками сижу, иногда вышиваю. Конечно, это долго, нудно. Ну, если хочется, то можно. В основном я покупаю готовую вышивку на ткани. Что-то вышитое уже. Карты. Я очень люблю карты. Они у меня прям повсеместно присутствуют. Для меня карта – это вообще такое очень нечто символичное. Вот еще пустые страницы. Очень много страниц пустых в этом журнале. Я, в общем-то, не сохраняю хронологию. Единственная хронология у меня есть в... Вот на таких страничках. У меня есть основные страницы, сделанные из просто крашеной А4. Секунду я сейчас покажу. Вот это основа моих журналов. Эта бумага покрашена для более светлых работ. Там будет, ну, такое, больше шебешик какой-то, наверное. Я делаю журнал, в который буду записывать сны. Ребята, мне снятся сны каждый день. Я решила их записывать. Значит, вот это основа журналов. Я по-разному, разное количество листов ставлю. Ну, в целом, в общем, журнал состоит где-то из 50 страниц. Не страниц, а листов. И, значит, если я их вот так складываю и собираю, например, ну, неважно, сколько их здесь, я их перемежаю листиками из нотных тетрадей, из каких-то энциклопедий, из словарей, всевозможными картинками, ну, вот такими, собственно, листиками, когда я их разбавляю, то на этих листиках будет неважно что, а на вот таких листах будет идти история. То есть, если читать вот прям саму историю, то это будет вот этот лист. Сейчас покажу. Это будет начинаться вот первый лист, второй лист, третий, ну и так далее. Вы поняли, да? А на вот таких карманчиках, на каких-то конвертиках, там уже будут записи сопутствующие или просто какие-то мыслимые. В общем, особой хронологии нет в журнале. Что еще использую? Использую, ну, вот эти штуки я купила, признаюсь, на Алиэкспресс. Очень много всяких красивых штучек. И пусть вас не смущает, это, блин, свастика, к сожалению, приобрела совершенно иное значение, чем изначальное. Я не нацист. Для меня это знак мира, добра и светлого всего и начала. И вы можете почитать и в интернете, и где угодно в энциклопедиях, что такое свастика изначально и что она означает. Никакой связи с нацистской Германией или там чем-то таким. Вот, кстати, по ту сторону нарисован буддист и свастика, нарисован Будда, изображен, он не нарисован, он такой, выпуклый. И у буддистов в Азии вот этих значков очень-очень много. Также я покупаю много кружев. Это с Алиэкспресс тоже. Но я часто хожу все на те же блошинные рынки за старым кружевом. Оно выглядит вот правда по-другому. Оно выглядит как-то классно, по-настоящему винтажно. Я его очень люблю и буду уходить постепенно от вот таких остатков атласных лент. Хотя атласный атлас известен блин, веками. Не знаю, почему его не любят в скраббукинге. Это, я думаю, просто вопрос моды, когда кто-то сказал, ой, так нельзя и понеслась жара в хату. В общем, вот эти штуки все я нахожу в интернете тоже распечатываю. Ну, короче, один раз найдя старинные письма там или старинные билеты, вы найдете кучу вот таких сопутствующих всяких старинных бумажулик распечатать. Следите только за размером, за качеством картинки, чтобы не было пикселизации, чтобы все выглядело хоть сколько-то по-настоящему. Вот, иногда я жгу свои листы, листы я крашу в чае и они вот порой, но меня это не пугает, иногда я их чиню вот так вот. Приклеиваю всякое сверху, чтобы они не рассыпались. Ну, здесь не помогло, ну, пофиг мне. Значит, вот такие закладочки очень классные. Например, вам нужно что-нибудь дописать вот сюда. И, ну, не то, чтобы это прям большая задача искать это, но, мне кажется, если что-то памятное вы пишете, то вы знаете, что вот на этой закладке у вас вот такая-то там история описана. Я их очень люблю и у меня их довольно много. Дальше. А, фотографии. фотографии и фотографии. Эту фотографию я буду еще состаривать. Это единственное фото, которое у меня есть с той поездки, потому что когда ты идешь медитировать в монастырь, ты не должен пользоваться телефоном, ты не должен читать, играть, рисовать, писать. Вообще, ты ничего не делаешь, только медитируешь. это очень интересная тема, прям для меня это было большое событие. И, конечно, я включу эту фотографию в этот альбом, просто я подумаю, как ее состарить, потому что красить ее, как я сказала, я не могу в чай, я не могу мочить ее, потому как поплывет вот это все дело. Дальше. Вот такие всякие висюльки, это мега классная штука, это тоже с Алиэкспресс, ну, я так не помню, что я видела такое во времена моего пребывания в Тае, значит, эта штучка разбирается, и там есть у меня секретная такая запись, скажу по секрету, она про моего мужа. Вот. То есть, если никто не знает, в общем-то, то никто не станет ее раскручивать, потому что это барабан с молитвами. В Непале их очень много. Он крутится. Вот ты когда крутишь, они там на стенах увешаны, стены увешаны такими барабанами, есть огромные, есть маленькие, очень много разных, в общем. И когда ты крутишь этот барабан, то, не знаю, вам видно или нет, читается вот эта молитва. Вот. Значит, такие штучки еще цепляем. Ну, все, дальше все, в общем-то, понятно рассказать. Конвертиков у меня очень много, я в них тоже кладу всякие бумажечки с записями, либо какие-то памятные штуковины, как в скрабукинге. Вот такие разворотики. Это книга и это старая Библия. У меня очень, правда, много всего старого. Иногда это старые пуговицы. Вот в журнале последнем у меня каменная пуговица, либо деревянные. Они есть очень интересные, я их нахожу случайно, я несказанно радуюсь, когда какие-то маленькие штуки находятся. Еще одно хочу сказать. Я когда иду в книжный отдел в секонд-хенде я, честно признаюсь, я ворую, сейчас покажу, что, ворую старые вырезки из газет, как же его найти быстро-то, настоящие какие-то фотографии, заметки, то есть то, что по-настоящему имеет какую-то историю, оно старое, вот, это из старой газеты вырезка, я, честно, я не знаю, о чем здесь идет речь, здесь написано на нидерландском, на котором я не разговариваю, есть, сейчас покажу в этом журнале настоящая фотография, тоже из какой-то книги, то есть я покупаю книгу, но я в нее собираю вот такие штуки, ну, мне просто жалко, что их могут выбросить, я все равно я покупаю книгу, но есть там одна такая штучка, что я ее просто переложу и куплю ту книгу, которую я буду использовать в своих журналах, а вот эти штуковины все я просто ворую, простите меня за эту правду, я ворую во благо, во благо сохранения истории, разве это не прекрасно, кто-то же уже однажды избавился от этой книги, вместе с этой фотографией, ее по сути выбросили, вот, а для меня это ценно все и очень дорого, некоторые из этих листов просто разваливаются в руках, они правда очень-очень хрупкие, они не эти, но которые от книжек странички, они правда очень-очень хрупкие, тонкие, ломкие порой, и иногда я отказываюсь от их использования в журнале, потому что они совсем не хотят жить, вот, значит, маленькие тежики, на маленьких тежиках я записываю всякие свои мысли небольшие, какие-то либо цитаты, которые мне понравились, которые я где-то прочитала или услышала, много использую всяких булавочек, весюлечек, вот эти штучки я собираю сама, у меня очень много всевозможных бусин, подвесок, прям немыслимое количество, может быть когда-нибудь я сделаю обзор своих материалов именно для джанг-журналинга, если кому-то интересно, скажите, я запишу видео, дальше, кстати, обои, тоже крашеный чай, дальше, дальше, снова билетики, а, вот такие штуки, кстати, цветочки, я сейчас включу подарочком, сделаю вот такие цветочки еще добавлю в журналы, это я сушила гвоздички маленькие какие-то, они мне очень нравятся, снова книжечка маленькая секретная, она еще не заполнена пока, упаковочная бумага, я ее обожаю просто, мне нравится ее цвет, мне нравится она на ощупь, на нее клево садится штампинг, кстати, штампинг у меня могли заметить по всем страницам, я все страницы практически мараю штампами, штампов у меня тоже приличное количество, но я использую не так много, вот видите, снова штампинг, и это просто пятно, боже, какое интересное завершение, ну ладно, значит, вот это мой личный журнал, я знаю, что не все это поймут, сейчас культ красоты и молодости, тогда как это несколько уродливо и старо, поэтому те, кому понравилось, ура, ура, те, кому не понравилось, ну что же, можете просто закрыть это видео и не трепать себе нервы, вот, на этом я завершаю видео, задавайте вопросы, делите свои мнения, я обязательно буду делиться всякими такими штуками, своими хобби, своими занятиями, и, кстати, сказать, это дело все неотрывно, для меня неотрывно связано с фотографией, потому что из фотографии я перешла на скраббукинг, я ссылку, кстати, на свой канал по скраббукингу оставлю в описании, я начала печатать фотографии и делать скраббуки, оставлять там записи, сохранять всевозможные там билетики, штучки из поездок или неважно откуда, памятные в общем вещицы, и оттуда уже из скраббукинга я нашла где-то нечаянно наткнулась на ютубе на видео с джанк-журналами канал Amity Bloom есть моим большим вдохновителем девочка, которая делает эти джанк-журналы зовут ее прекрасное имя у нее Назарет она живет в Штатах сама она из Мексики она тоже очень любит историю она много рассказывает о своих родителях о том чем наполнены ее журналы что ее вдохновляет на создание той или иной серии в общем это очень очень для меня интересно если для кого-то из вас тоже то давайте дружно сохранять воспоминания и оставляйте себе память пока пока